В Беларуси местное предприятие выкатило в мир новенькое чудо из мира электрогрузовиков. BKM Holding анонсировала новый продукт в прошлом году. Презентация задержалась на полтора месяца, возможно, из-за сложной международной логистики и нехватки полупроведников. А сам грузовик получился очень необычным, а потому еще более интересным. Электробусы и троллейбусы Vitoft известны Минчанам в двух модификациях. Вот так выглядит третий. Представленный электрогрузовик от белорусского холдинга очень напоминает уже хорошо знакомый на дорогах электробусы Vivoft. Это подтверждает производитель, который отмечает, что машина будет выполнена в дизайне этой линейки. Однако внешне кабина грузовика все же отличается от электробуса оформлением светотехники. Необычное решение – рабочее место водителя. Оно расположено в центре салона, а два пассажирских места расположены справа и слева от водителя. Причин для этого нововведения несколько. Одним из наиболее важных является совместное предприятие в Великобритании, созданное несколько лет назад. Версия комплекта с правым рулем необходима для продвижения продукции на рынок Великобритании. Такая компоновка была выбрана для достижения универсальности автомобиля, как для праворульных, так и для традиционных стран. Это мировой тренд. Аналогичные автомобили Тесла и Вольта также имеют руль посередине. Но по желанию заказчика можно создать традиционную планировку. Технологических барьеров нет. Водительское кресло оснащено пневмоподвеской, подогревом и поясничной поддержкой. А в салоне имеется откидная кровать. Также в салоне есть автоматический кондиционер и светодиодная подсветка. По данным холдинга, грузовик оснащен беспилотной системой управления с адаптивным круиз-контролем и автоматическим торможением. Дорожный просвет также можно регулировать с помощью пневматической подвески. Благодаря этому также можно регулировать уровень погрузочной площадки. Автомобиль также оснащен различными электронными помощниками, в частности ABC, Hillholder и другими. Грузоподъемность новинки составляет 7800 кг. В фургон можно поместить 44 кубометра груза. Производитель обещает запас хода до 200 км на одном заряде, а максимальная скорость до 90 км в час. Грузовик можно зарядить примерно за 90 минут при одновременном использовании двух полных зарядных портов. В Беларуси иностранными инвестициями в производство электромобилей особо не хвастаются. Первый белорусский электромобиль пытаются построить сами уже много лет. Но все идет из Китая. Импорт – это главная цель. В 2020 году Беларусь импортировала 1,3 тысячи электромобилей против всего 133 в 2019 году. Точных данных на 2021 год пока нет.